Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Изменить свою жизнь». Сегодня 22 мая и мой отчётный день. Мои дорогие, 22 января 2019 года я перешла на новый режим питания. Это гетопитание и интервальное голодание. За год и 4 месяца я скинула 34 килограмма. Я поправила своё здоровье, чувствую себя прекрасно. На сегодня мой вес 68-100. За месяц у меня не ушло ни сантиметра в объёмах, ни грамма по весу. Но я это планировала в режиме самоизоляции. Для меня главное удержать свой вес, чтобы организм привыкнул, чтобы всё было хорошо. Никаких срывов, никаких зажоров у меня за этот период не было. Мне всё устраивает. Я уже много раз вам говорила, интервальное кетопитание – это мой образ жизни. Поэтому мне комфортно, мне не трудно. Единственное, что, конечно, у меня сейчас уменьшились нагрузки какие-то физические. Поэтому, конечно, вес стоит. Возможно, организм отдыхает. Возможно, ему комфортно в этом весе. Но я от своей цели не отказываюсь. Моя цель – 60 кг. Значит, скинуть мне надо 8 кг. Это всё-таки серьёзная цифра. Но я к своей цели иду и обязательно добьюсь. С 1 июня я так для себя решила, что я увеличиваю кардионагрузки. Я надеюсь, что у нас будет послабление в режиме изоляции. Я буду ходить по 2-3 часа, как я раньше хотела. Возможно, ещё какие-то упражнения буду вводить новые. Но обязательно буду с вами делиться. И поэтому от своей цели я не отказываюсь. Всё-таки я считаю, что худеть мне ещё надо. Итак, мои дорогие, вот такой мой сегодня отчётный день. Я очень надеюсь, что 22 июня я вас встречать буду уже с другим весом. И, конечно, в полный рост, как я отчитывалась перед вами всегда. Потому что сегодня смысла нет показывать. Не изменилось. 68, 100 на сегодня в объёмах те же параметры. Всё под этим видео я оставляю в день отчёта. Все свои параметры по весу и объёмам всё оставляю под видео. Итак, мои дорогие, вот такой мой отчёт на сегодня. Чувствую себя прекрасно. Никаких у меня огорчений и печалей по этому поводу нет. Потому что, я говорю, это было для меня запланировано. И главное, что меня радует, вес не поднимается. Вес стоит на той цифре, на которой был месяц назад. И это радует. Итак, мои дорогие, ещё бы я хотела ответить для своих подписчиков и гостей канала, с кулинарного канала. Меня очень многие спрашивают, что же такое черёмуховая мука. Мои дорогие, на своём канале я показала, что такое, какую я покупаю. Это не реклама. Я много раз вам говорю, мои дорогие, что я никогда не рекламирую, не продаю ничего. Поэтому просто вы спросили показать. Я показала. Показала также кедровую муку. Я покупаю, ну, стараюсь, по крайней мере, покупать сейчас только от одного производителя в Сибири, где она произрастает. Я эту ягодку люблю с детства. Она мне знакомая. Но хочу сразу, мои дорогие, предупредить. Мука черёмуховая, особенно кедровая, очень дорогостоящая. И не каждый её может себе позволить. К сожалению, вот так. Но вы просили показать, я показала. Сейчас на кулинарном канале я 5 или 6 уже рецептов делала с применением эритрита. Моё мнение по поводу сахарозаменителей и подсластителей не изменилось. Я очень скептически к ним отношусь. Долго читала, выбирала. Вот решила применить эритрит по вашим просьбам. Я показала какие-то рецепты тортиков, печенья с применением эритрита. Но, говорю, моё мнение однозначное, что на постоянной основе всё-таки не стоит его принимать, использовать вернее. Хотя при кето-питании нам это разрешено. Итак, мои дорогие, пишите свои комментарии. Задавайте свои вопросы. Помните, мои дорогие, я отвечаю всем и всегда, даже с опозданием. Так что пишите и задавайте свои вопросы. Мои дорогие гости, кто случайно зашёл на мой канал, не забудьте подписаться. И все, мои дорогие, не пожалейте поставить лайк. А пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok